Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, вы на моем YouTube-канале. И несмотря на все то, что сейчас происходит в моей стране, несмотря на то, что сейчас у нас сутками нет света, я все-таки нашла фонарик и нашла возможность для того, чтобы снять вам это видео. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, потому что сейчас я прохожу свой собственный путь героя. И сегодня в этом видео я хочу рассказать вам о том, каким образом мы можем с вами понять, что мы стали лучше, что мы перешли на новый уровень и теперь можем притянуть в свою жизнь что-то гораздо лучшее. Поэтому будьте до конца, сегодня будет очень классно и интересно. Ну, а перед тем, как мы с вами продолжим, я хочу вам показать книгу, которую вы можете скачать прямо под моим видео. Называется она «Как изменить жизнь за одну книгу» и, собственно, прослушать ее моим же голосом или прочитать. И я могу вам точно сказать, что очень многое из того, что вы прочитаете, начнет внедряться в вашу жизнь и в вашу голову очень быстро. Это означает, что вы можете быстро научиться управлять своей реальностью и начать создавать ту жизнь, которую вы захотите, даже если для этого вам понадобится фонарик. Итак, очень часто мы слышим такую формулировку, что наша жизнь похожа на зеркало. Вы наверняка слышали о том, что мы притягиваем в свою жизнь подобное. Вы точно смотрели об этом на моем канале. И очень часто, когда вы сидите в кругу умных подружек, я надеюсь, что ваши подружки умные, вы общаетесь и, например, вы говорите «Ой, ну я не знаю, у меня вот такой мужчина, ну не знаю, ну там вообще, вот не знаю, обижает, неинтересно, не зарабатывает, вот мне с ним дискомфортно». И какая-то умная подруга обязательно скажет «Значит», скажет другая подружка, «Это именно тот мужчина, которого ты сейчас заслуживаешь». И третья подружка скажет «Да, сегодня это именно тот мужчина, на которого ты тянешь. Хочешь, чтобы твой мужик поменялся?» Поменяйся сама. И вот очень часто я вижу среди своих учениц на марафонах, где-то в личной работе, когда девочка мне говорит «Слушай, но я же понимаю, что я-то сама определяю свою реальность. Я же сама являюсь причиной всего, что с нами происходит. Ты же так говорила, значит, этот мужик здесь не просто так. Значит, я прохожу с ним кармические уроки. Значит, этот человек дал мне для того, чтобы он меня чему-то научил». «Ну окей, хорошо», — говорю я. «Ну как, научил?» Она говорит «Ну вот уже десятый год учит, все, никак не научусь». И вот действительно, давайте без юморка задумаемся. Раз уж мы действительно притягиваем к себе подобное, раз уж эти люди, которые встречаются на нашем пути, являются учителями, почему же мы тогда часто замечаем такую штуку, что я вроде бы поменялась, а человек, который рядом со мной, не поменялся. И он продолжает проводить со мной те уроки, из которых я, по идее, уже выросла, которые я, по идее, уже прошла. В чем же тут есть маленькие нюансы? Итак, давайте разбираться. Предположим, что действительно я являюсь неким зеркалом, и ко мне притягивается тот человек, который меня зеркалит. Ну так сколько же мне нужно времени, чтобы пройти этот урок? И как понять, что этот урок пройден, если человек или какая-то ситуация по-прежнему остается со мной? Например, я хожу на работу. Работаю себе, работаю. Вот выросла в этой работе, но, например, платят мне по-прежнему недостаточно. И вот я хожу, хожу и думаю, ну что же не так? Почему же я до сих пор в свою жизнь не притянула какую-то более классную работу? Почему я уже такая классная, офигенная, все еще нахожусь в этой компании, в этом окружении людей, которые, может быть, мне уже не нравятся, и по-прежнему получаю какие-то незначительные для себя деньги? Ведь я уже очень сильно поменялась. Или, например, в отношениях. Да, вы когда-то встретились с человеком, вам с ним было интересно, вы были плюс-минус на одном уровне, затем пошло развитие, вы начали развиваться, у вас начал меняться круг интереса, уровень заработной платы, вы вообще стали другим человеком. А этот по-прежнему находится рядом с вами и по факту не особо-то изменился. Только наоборот, еще больше гундосит, еще больше недоволен, еще больше в его глазах жизнь сложная штука. И вы никак не можете понять, почему я меняюсь, а этот человек нет, значит, он зеркалит меня. Где же здесь проблема? Давайте визуально. Вы были себе таким маленьким озерцом. Ну, такое маленькое озерочко. Шло время, и вы превратились в большое озеро. Ваш партнер был маленьким озерцом. И вам с ним было интересно. Но прошло время, а его озерцо стало, точнее, осталось таким же. И вот между вами, между этими двумя озерцами, большая пропасть. И у вас возникает вопрос, почему, если я стала такой большой, я все еще осталась маленькой? Ведь тут же ничего не поменялось. Значит, это равно это, как и здесь. Но даже на глаз понятно, что это и это не может быть равно. Мы с вами забываем про одну простую вещь. Мы с вами забываем про то, что помимо того, что в нашей жизни что-то происходит, у нас все еще есть самое главное. То, что по факту определяет вообще все в нашей жизни. То, что можно назвать самым-самым главным. Это наше право выбора. То, что всегда остается за мной. И очень часто, когда я вырастаю, я становлюсь профессиональнее, круче, я вырастаю как личность, как человек, как женщина, как кто угодно, я имею право и в этот момент уже должна иметь, уж простите, мозг, чтобы понять, что пришло время сделать новый выбор. что тот, кто находится рядом со мной или то, что находится рядом со мной, находится там только потому, что я не сделала этот новый выбор. Не потому, что оно меня зеркалит и учит, а потому, что пришло время, как в клетке, в которой уже нагадили попугаи, убраться и сделать новую себе туда подстилочку, чтобы попугаем было чисто. Так и вы. Когда вы понимаете, что вы выросли, вы почему-то ждете, что все остальное произойдет автоматическим образом. Вы ждете, пока вас уволят нахрен с этой работы, пока произойдет какое-то стихийное бедствие и после этого вы вынуждены пойдете искать другую работу, а потом в один момент проснетесь и скажете, мать твою, а что я не сделала это раньше? Зачем я была на этой работе, где я деградировала, где мне было неинтересно, где мне было плохо, где мне было скучно? Почему я с нее не уходила? Так же происходит и в отношениях. Когда вы находитесь в отношениях, которые вам не нравятся, из которых вы давно выросли и ждете какого-то момента, пока он вам изменит, пока он сделает что-то такое, чтобы у вас наконец-то появилось право, которое у вас по факту было и до этого. Чтобы у вас появилось право сказать, хватит, я хочу другое. И потом выдохнуть и спросить себя, а какого хрена я тащила на себе эту ношу тяжести, зачем я искала какие-то оправдания, что я чего-то должна, что так не делается, что от меня чего-то ждут, если по факту все, что мне надо было сделать, это просто признать тот факт, что я выросла, что я могу уже на новом уровне притянуть новую работу, новые отношения, что я к этому готова. просто я этого не выбрала. Мне проще оправдывать тем, что это меня зеркалит, это мой жизненный урок, это мой тяжкий крест, это моя ноша. Нет! Это говорит только об одном дура. Вот и все. Нету для этого никаких других слов. Закон Вселенной гласит, ты имеешь право выбирать мысли по собственному выбору, людей, которые тебя окружают, по собственному выбору, чем тебе заниматься, по собственному выбору. Мы с вами не крепостные, нас никто не продает и не покупает, мы управляем своим мозгом, и когда мы развиваемся, нам нужно понять, что нас зеркалит не то, что с нами происходит, а то, что мы выбираем. Если в какой-то момент вы начинаете искренне страдать и задаваться вопросом, которым задается всего лишь маленький процент населения Земли, почему это со мной происходит? Почему? Факт, я так не хочу. Эу, я хочу жить иначе. Тогда и приходит время выбирать по-другому. Еще раз, то, что с нами происходит, это далеко не всегда зеркало. Если вы начинаете чувствовать, что сил у вас больше, вы можете и выбрать другое. Но представьте себе, что вы спортсмен, вы занимаетесь легкой атлетикой, живете в маленьком городе и бегать начали там у себя по огороду. Потом решили выбежать за пределы огорода, пробежали у себя по селу, потом начали ходить куда-то там в поселок городского типа, ходить, заниматься на стадион. И вот в какой-то момент вы так добегались, что вы выигрываете чемпионат мира. Но вы по-прежнему работаете в сельской школе, учителем-физруком. И вы там работаете не потому, что вы не дотягиваете до большего, вы уже чемпион мира. Вы там работаете, потому что вы выбираете там работать. А в какой-то момент вы говорите, а я хочу тренировать национальную сборную. И вам говорят, супер, мы возьмем вас тренера. Вы бы могли остаться в физруком в школе. Но вы наконец-то поняли, что вы же можете и больше. Помните, что когда вы развиваетесь и становитесь круче, то, что находится рядом с вами, это не ваша карма и не ваше зеркало. Это просто ваш выбор. Это ваша привычка. Это ваш страх выбросить старое, удалить это из своей жизни и пойти дальше. Не забывайте про это. У вас всегда есть выбор. И главный вопрос, который вы должны себе задать перед переменами, могу ли я позволить себе их сделать? И очень часто вы увидите, что да, вы уже способны быть в других отношениях, вы уже способны зарабатывать другие деньги, вы уже способны идти дальше, развиваться, жить другой жизнью. Возможно, вы уже настолько насмотрели из моих видео, что вы уже готовы делать прорывы, вы уже готовы прийти ко мне на марафон рерайтер жизни, написать сценарий новой своей жизни, вы уже готовы прорываться, вы уже готовы делать суперрывки, вы готовы. Но вы просто еще об этом не подумали, вы еще так сильно привыкли жить в своем маленьком мирке, слушать других людей, позволять себе малое, что вы просто не сделали другого выбора. Это как взять пульт и нажать на другой канал. Точно так же просто. Это вопрос вашего выбора, вашего желания, что вам делать сегодня. Это не вопрос того, что вы на большее не дотягиваете, что вы не способны. Нет. Когда вы регулярно работаете над собой, а смотреть и мои видео, и думать, и читать, и развиваться, и обучаться, это и есть работа над собой, это вам не картошку копать. Когда вы работаете над собой, вы начинаете меняться. И не всегда вы это можете заметить. Очень часто мы думаем, ну как, если я буду перегружать ящики руками, то тогда да, тогда я работаю. А если я работаю над собой, ну что это за работа, стыдно кому-то сказать. Но помните, все самые богатые люди работают головой. Все самые богатые люди это люди изобретатели решений, а не те, которые ставят кирпичи. Поэтому не забывайте про это. Вполне возможно, что вы уже готовы к этим изменениям, что у вас уже все для этого есть. И просто единственный навык, который вам нужно поменять, это навык нытья. Нытья, что я не могу, у меня сейчас мой мир отражает совсем другую картину. Это не ваш мир отражает, это ваша лень отражает. Пришло время сделать конкретный шаг. И тогда у вас все изменится. Спросите себя, задайте всего лишь один вопрос. Чувствую ли я в себе силы и желание иметь большее? И если чувствуете, значит вы уже готовы к этому шагу. И вам попросту нужно взять пульт в свои руки и переключить. Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью. А иногда достаточно в темноте достать лампу, поставить ее на штатив, включить телефон и, несмотря ни на что, сделать то, что ты должен делать, то, что ты любишь и то, чего вы все будете ждать. как сейчас. Выключается свет и я хочу не переписывать это видео, чтобы вы знали, что даже когда мать ваша выключается свет, я все равно продолжаю, продолжаю и продолжаю. Светят фонарики, я не знаю, светятся мои глаза. Я хочу, чтобы вы знали, нет таких ситуаций, в которых вы должны сдаться. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на мой канал и поставьте мне лайки, и напишите мне комментарии, и скажите, Оля, я досмотрела это видео до конца, я с тобой и я обещаю, что упорство всегда даст мне возможность дойти до конца и получить свой заветный приз. Нехай будет все Украина, девчата и хлопцы, и нехай будет светло, хотя бы в наших с вами очах.